Часто сюда ездишь? Как погода есть, полетать, то или раз в неделю, или раз в две недели, то здесь бывают. Сам летаешь или всегда кого-то с собой берешь? Зависит. Если кто-то из желающих есть, нужно тоже построиться, чтобы самолет зарезервировать. Самое главное, погода была, потому что это очень важно, и безопасность прежде всего. Я так понял, что нам уже не удастся полетать сегодня, да? Погодка не очень, я смотрю. Да, погодка портится, и скорее всего не удастся, из-за того, что один самолет стоит на техосмотре плановом, а второй после техосмотра еще ждет на документы. Скажи, если речь идет, чтобы была хорошая погода, что это значит? Это должно быть безоблачное небо или не факт? Или вот такое небо может быть или нет? Такое небо, в принципе, может быть. Или это от ветра, или от чего это зависит? Зависит от многих факторов. Прежде всего, высота облаков. Потому что я не могу летать на приборы в облаках. То есть, у меня есть два типа. Называются VFR и EFR. Что это значит? Это с английского VFR Visual Flight Rules. Это переводится, как правило, полета просто по глазам, куда смотришь туда и летишь, ориентируешься на местность. А EFR это когда ты летишь по приборам. Только по приборам ты можешь, если самолет сертифицирован тоже, если у тебя открыта эта категория, скажем так, что ты можешь по приборам летать, то ты можешь через облака лететь. Потому что, вот представь себе, мы сидим в машине, мы вот видим траву, дорогу и так дальше. А представь себе, ты летишь, у тебя все за окнами серое. Ты ничего не видишь, никуда летишь. Ты даже не ощущаешь из-за некоторых особенностей человеческого организма и вестибулярного аппарата. Ты можешь даже лететь боком, из-за того, что самолет он поворачивает постоянно, ты можешь даже этого не ощущать. Потому что организм, из-за того, что нету какого-то третьего, ну какого-то еще подтверждения зрительного, в каком положении ты находишься, то у тебя вестибулярный аппарат начинает тебя подводить. Во время того, как я учился, нас тоже учили летать по приборам. То есть в таких специальных очках, в которых ничего не видно, кроме приборов. И ты просто не для того, чтобы открыть эту категорию, потому что это за мало, а чтобы ты знал, как это, чтобы ты понял, как твой организм может тебя обмануть, чтобы ты учился доверять приборам, а не своему организму. Самая главная цель этого, чтобы если случайно ты влетишь в облако, не имея этой категории открытой и самолета сертифицированного, то чтобы ты не убился, чтобы ты смог безопасно развернуться и вылететь с этого облака. Все, что не делается ради безопасности, потому что вот здесь как раз все написано кровью. Еще расскажу больше, когда мы уже сейчас приедем и в аэроклуб заезжаем. Коля, рассказывай, что это такое за хобби у тебя, как ты выучился, с чего такая идея, сколько это стоит. Как это началось? У меня с детства была мечта летать, потому как у меня дедушка был пилотом тоже, и это как бы передалось, это у меня в крови, тоже с детства хотел стать пилотом летать. И началось все с того, что сидя в Гданске, работал, начался ковид, первый месяц дома, стало очень скучно. Я уже начал там чуть сходить с ума дома, думаю, надо что-то делать. Ну и почему бы не начать осуществлять свою мечту? Поэтому начал уже узнавать по поводу курсов, по поводу лицензии, как сделать и так дальше. И в мае прошлого года, 2020, начал действовать. Начал первый телефон, звонить в аэроклуб, начал узнавать информацию, какие документы нужны. И заняло это мне всего полгода, чтобы выучиться теория, практика, экзамены. Это я расскажу чуть позже, там целый список, там много чего, нужно знать. В каком-то моменте я уже думал, зачем я за это все взялся, но все-таки доделал до конца. И не жалею. Каждый может выучиться, кто хочет, или какие-то особые нужны документы. Если в Польше делать, то карта по поводу обязательно. И прежде чем делать лицензию, начать учиться, нужно сделать медицинский осмотр свой. Есть там два, по факту три, но буду говорить о двух классах медицинского осмотра. Есть второй класс и первый класс. Второй класс, который у меня, он рассчитан на то, что если ты там туристически летаешь, это как твое хобби, то меньше ограничений. Это тоже зависит от твоего возраста, от твоего состояния здоровья, на сколько ты его получаешь, максимум на пять лет можешь получить. Тебе нужно пройти бодания разной крови и других жидкостей, рентген легких, окулиста, лора. Может быть проблема, если вы, допустим, не различаете цвета или плохо видите, но тоже не до конца, потому что это решает окулист. И даже можете летать в очках. Единственное условие есть такое, что когда вы летите, у вас должны быть вторые очки с собой. Если первые вдруг через окно выпадут... Можно открывать окно во время полета, да? Да, можно открывать окно. И потом после медицинского освидетельствования, что вы можете летать, что вам ничего... А, еще делают ЭКГ и что-то там еще было, уже не помню. На первый класс, если вы хотите на этом уже зарабатывать, то есть вам нужен первый класс, и там больше-больше таких ограничений по состоянию здоровья. Мне отдали на 5 лет второй класс, который я просил, так что... То есть ты не зарабатываешь на полетах? Нет, я не зарабатываю, есть разные типы лицензий, на которых можно зарабатывать и нельзя зарабатывать. Я расскажу о них попозже, но в любом случае, чтобы зарабатывать, тебе нужно сначала выучиться, тебе нужно доказать, что ты умеешь летать, чтобы возить других пассажиров за деньги. То есть сейчас я могу с пассажирами летать на такой основе, что не могу на этом зарабатывать денег. То есть если мы с кем-то летим, то я, по крайней мере, должен скидываться тоже на топливо. Ты на вот этом летаешь? Да, я на вот этом летаю, на такой Цесния 150. Какого года? Это, не знаешь, выпуска? 1900 какого-то там года. Да? Да. Это, в принципе, правда, не ударься головой. Сейчас я хочу посмотреть. Это немецкий флаг здесь, да? Да, это на немецкой регистрации. Аэроклуб, кстати, недавно его купил в хорошем состоянии. Это вот D, значит, да, что немец? Да, D это немец. SP это Польша. Регистрации, я не знаю, где. Например, на вот этом вот самолете. Выдать SP, CAS, значит, польская регистрация. Ну и как здесь выглядит? Вау, такая небольшая кабина. Да, можно... Можно говорить, я думал, будет пошире, немного, но... Это шатульное самолете. Сзади что есть? Багажное отделение? Или что для чего-то? Да, туда можно каких-то вещей своих накидать. Сколько он может поднимать груза? Не знаешь? Погаз. Немного. Немного двух человек плюс какой-то там элементарный багаж. У каждого самолета есть такой документ, который называется инструкция обслуживания в Лоча. То есть инструкция к самолету. И к каждому она идет отдельно, не? Даже если такой самый самолет, для каждого она может быть разная. Потому как самолеты проходят тестирование, то есть сколько они могут выдержать и так дальше. У каждого в этой инструкции написано, сколько конкретный самолет может брать багажа, человека и как рассчитать центр тяжести в случае чего. Теперь перед тем, как лететь, нужно изучить каждый самолет, инструкцию каждого? Да. Нужно изучить инструкцию, потому что это прежде всего ваша безопасность. Нужно знать, на какой скорости самолет входит в сваливание. У каждого самолета она может быть разной, это минимальная скорость. Есть, конечно, какие-то подсказки в кабине, как на стрелке спидометра, где это сваливание теоретически происходит. Но все равно, прежде чем садиться, нужно изучить инструкцию, нужно посчитать все, потому что от этого зависит ваша жизнь и жизнь других людей. Так, немного забрали наш самолет, но ничего. И они сейчас хотят планер поставить сюда, загнать, чтобы потом загонить обратно. На планере ты не летал, да? Не летаешь? Нет, на планере я не летаю, но это чисто мой выбор. Я предпочитаю что-то с мотором. Доброе, обратно, пожалуйста. Какое красивое небо! Вау! Ну вот смотри... Поливает дождь! Мы вот приехали, вот в такую погоду я бы не рискнул сейчас полететь, потому что тучи очень быстро надходят и они низкие. Чтобы не оказалось так, что мы окажемся потом в туче. Как мне инструктор говорил, когда учился летать, взлететь ты не обязан, а вот посадить самолет обязан. Все довольно-таки просто, как уже для меня, как уже выучишься. Главный рычаг управления это валанс, штурвал, который управляет элеронами. Я извиняюсь за то, что я говорю по-польски, потому что я учился по-польскому. Нормально, ничего страшного. И некоторые... Я хотя знаю терминологию летничую... Летничую? Летную по-русски, но мне слова эти просто забываются, так как я в обиходе использую польский язык и по-польски в основном. Так что это управляет поворотами, то есть влево-вправо самолет наклоняется. Это все повторяет вторая абсолютно, да? Да. Ты когда сидишь, ты слева? Слева тут пассажир. То есть, ну, как бы это особая разница не играет, но как пилоту удобнее просто с этой стороны сидеть. Основные припоры находятся здесь. Здесь есть педали, которые управляют самолетом на земле. Влево-вправо, поворачивать. И в воздухе тоже. И на этих педалях еще тормоза находятся. То есть, если в верхнюю часть педали нажимаешь, то самолет тормозит. Спидометр с разными, скажем так, фазами для полета. А это километр в час? Это узлы. Узлы. Да. Это узлы, это нужно умножить на 1,6 плюс-минус, чтобы в километры в час это перевести. Это горизонт, сейчас он раскрутится. И встанет на место. Он работает на вакууме. Там внутри гироскоп, который показывает положение. Когда он включается, это где гироскоп раскручивается. Вот ты слышишь сразу. Да, да, гудит. Работает и воздух гоняет. Он сейчас раскручивается. Когда гироскоп заработает, он встанет ровно и будет уже держать позицию свою. Здесь тоже такой указатель вакуума, высота, альтиметр. Тоже наставляется на разное давление, потому что может быть по-разному в разных регионах разное давление может быть. Показатель поворота, наклона. Здесь, скажем так, компас, который работает на гироскопе тоже. Здесь есть магнитный компас еще. Здесь есть вариометр, который показывает скорость взлета или падения. Насколько ты там взлетаешь или падаешь. Радио, транспондер. Транспондер для идентификации воздушной. Когда, допустим, диспетчеры на тебя на радаре наблюдают, ты можешь этим транспондером передавать коды, свою высоту. Обороты двигателя. Топливо, температура, давление, масло. Топливо, всякие индикаторы зарядки, вольтиметр. Тут всякие кнопочки по управлению лампочками и включению этого всего. Тут такой главный выключатель. Эти рычаги служат для управления. Этим добавляешь газу. Этим добавляешь газу, когда двигатель работает. А это, чтобы регулировать смесь топлива. Смесь топлива, я сейчас расскажу, почему она так важна. Потому что, когда вы летите, у вас должна быть определенная пропорция воздуха и топлива в двигателе. Но, когда вы поднимаетесь высоко, воздуха становится меньше. Давление воздуха меньше, соответственно, меньше воздуха попадает в двигатель, но при этом топливо попадает столько же. И получается, что смесь уже богатая топливом вверху. То есть, ты можешь чуть-чуть уменьшить смесь топлива, подачу топлива, чтобы сделать этот баланс. Ты еще должен это все в процессе контролировать. Да, это все в процессе. Здесь управление, подогрев карбюратора. В случае какой-то холодной погоды. Закрылки. Могу показать, как они работают. Вот, и сзади тебя высылаются такие штуки. Так, а ну-ка. Ага. Для тебя это уже все привычно, все понятно, да? Да. И приборы, все кнопки. В общем. Для меня это плюс-минус уже на автомате. Это нужно закрылки при взлете и посадке. Они играют роль такую, что скорость сваливания с выпущенными закрылками есть меньше. То есть, ты можешь медленнее подходить на посадку. Есть еще, вставляется ключ и включаются так называемые искровники. Не знаю, как по-русски они называются, но которые подключаются к свечам и дают двигателю пронт электричества в свечах. Их тут два. В случае, если один откажет, чтобы двигатель дальше на втором работал. Эти искровники независимо от других вообще приборов, от аккумулятора, генератора и так дальше. Поэтому, если даже все выключить, двигатель останется работать. При старте постоянно нужно кричать от винта, чтобы если ты кого-то не видишь, а кто-то подлез, не знаю, какой-то ребенок или что, к винтует, просто его не замечаешь. Перед тем, как заводить, ты обязательно должен крикнуть от винта, по-польски отчмигуа. И всегда воспринимайте винт, как бы он сейчас должен был быть, как бы он запустился сейчас. То есть, не подходить близко, не желательно не трогать, даже если вы уверены, что выключен и так дальше. Потому что, как я рассказывал, из-за искровников этих, так как они независимо работают и кто-то, допустим, не выключил, или какая-то техническая проблема, что закоротило, одни что, они в включенном состоянии остались, он может запуститься. Есть такие видео на ютубе. Здесь есть трубка питота, так называемая. Как? Трубка питота. А для чего? Которая работает так, измеряет твою скорость. Вот могли видеть и на боингах такие, и где летите. Вот такая выстающая штука. Она измеряет скорость. Сюда, под давлением, когда вы летите, входит воздух в эту маленькую трубочку. И стрелка из-за мембраны, которая есть внутри такой пушки, она как бы при взросе давления, она тоже поднимается и так показывает вашу скорость. На каких-то еще других летал, кроме этого? Ну, еще на других похожих цеснах. Я еще хочу на тот красный открыт тип, чтобы на другого типа самолете летать. Нужно с инструктором отлетать 5 часов, чтобы просто узнать самолет, как он реагирует в разных ситуациях и так дальше. Потому как это собственность аэроклуба, и они хотят просто быть уверены, что ты не разобьешься. Если покупаешь свой самолет, то этого не нужно. То есть твой самолет, твои деньги, твои проблемы. А если ты покупаешь свой самолет, он здесь может у них храниться? Ты плачешь аренду за место? Да, можно оплатить за аренду. Насколько я знаю, сейчас свободных мест нет в ангаре. Она планирует построить еще. На улице они не могут стоять, да, самолетов? Дождь, ветер и лучше не стоять. Потому что нужно самолет еще как-то в случае вот такой бури, как сейчас на улице происходит, чтобы он просто не взлетел от ветра, который или не перекинулся. Нужно его привязать. Тут для этого в Cessna служат такие штуки. Ты, кстати, делаешь осмотр перед тем, как летишь сам? Да, каждый раз осмотр, полный осмотр. Проверяется весь самолет, закрылки, как оно все работает, уровень топлива, уровень масла, визуальный осмотр тормоза. Плюс к этому, кроме визуального осмотра топлива, масла и так дальше, плюс к этому, перед тем, как взлетать, есть обязательная проверка двигателя. То есть процедура, которую перед стартом ты делаешь, проверяешь, работают ли искровники. То есть первый, второй по очереди выключаешь и смотришь на реакцию, чтобы понять, что один и второй работают. Проверяешь подогрев карбюратора, просто включая его, что обороты двигателя немного падают. Проверяешь тоже двигатель, держа тормоза на полную мощность и смотришь, как двигатель реагирует, не поднимается ли температура масла, как слышишь ли ты что-то в двигателе. Перед тем, как полететь, ты должен быть 100% уверен, что ты полетишь и приземлишься. В другом случае, если ты не уверен, ты просто не летишь. Скажи, ну сколько тебе стоило это удовольствие? Вот учеба, практика, экзамены. Это десятки тысяч злотых или нет? Все вместе стоит рассчитывать минимум 30 тысяч. 30 тысяч злотых. Это теория, практика вместе с топливом, вместе со всем инструктором. Плюс экзамены, плюс сертификат медицинский. 30 тысяч плюс. У разных аэроклубов цены могут быть по-разному. Тоже в зависимости, на каком самолете ты хочешь летать. Хочешь учиться на большем самолете, то понятное дело, что он потребляет больше топлива, то есть это дороже будет. Скажи, твоя лицензия, она бессрочная или на сколько-то лет? Сама лицензия бессрочная, но категория в ней, они имеют срок важности, срок годности. У меня открыта категория на однодвигательный, внутреннего сгорания самолеты, до 8 человек. И она 2 года, так называется СЭПЛ, Single Engine Piston Land. Есть еще C, которые на воду садятся. У меня Land открыта. Она важна 2 года. После этого времени, если ты хочешь на следующие 2 года продлить, то ты сдаешь экзамен с экзаменатором, который просто тебе там, что ты еще умеешь летать. Но если у тебя есть 12 часов налета в последнем году, то ты приходишь, он тебя просто на следующие 2 года подбивает. Коля, покажи, как выглядят документы, что нужно с собой иметь, возить. Документы, кучу документов нужно с собой возить. Во-первых, выглядит так медицинский сертификат. Свои личные данные немного прикрыло. У тебя на сколько он, на 5 лет? У меня он на 5 лет и до 25 года. Это все, понятное дело, бумажки, которые в воздухе тебе никто не проверит, они есть в системе. Это подтверждение такое посредственное, скажем так, если в аэроклубе хочешь кому-то показать, чтобы тебе самолет дали. Это свидетельство радиооператора, чтобы в самолете разговаривать через радио, нужно иметь такое свидетельство. Оно выглядит так, что с фотографией... Тоже на какой-то срок выдаются? Нет, это просто до конца жизни. И сама лицензия выглядит так. Категории, на которых ты можешь летать и так дальше. И языковые управления. По поводу документов. Как получить это вообще все? Первое, что нужно знать, это существует несколько типов лицензий. LAPL – это лицензия на ультралегкие самолеты. Но в практике ее делают те, кто уверен, что дальше в летном деле не пойдет. Она появилась относительно недавно. Если ты хочешь развиваться дальше, то тебе нужна PPL лицензия, такая как у меня, Private Pilot License, которая уже развивается. То есть летаешь часы какие-то, записываешь у себя в logbook. И потом они учитываются при, допустим, следующем типе лицензии. TPL – Commercial Pilot License, на которой лицензии ты уже можешь зарабатывать. Нужно, чтобы ее открыть, чтобы ты вылетал 160 часов. То есть ты можешь бизнесмена ввозить даже или устроиться в какую-то корпорацию, работать как пилот. Следующий тип лицензии – ITPL называется. Авиаперевозки такие авиалиниями. КЛМ, Люфтханза, МАУ и так дальше. От нуля, то есть получение лицензии PPL, CPL, потом ITPL. Потому что некоторые школы, такие крупные, как Школа Визэйра, которая нанимает пилотов, кандидатов на пилотов, их учит от нуля до пилотов, которым они уже дают работу, будет стоить около 200 тысяч злотых. Да. Это дорого, в основном это топливо. Ну, потому что если для тебя одного целый боя в воздух поднимать, чтобы ты научился летать, это сколько топлива уйдет. У тебя есть такая цель, желание, или ты пока на хобби останавливаешься на этом? Я скажу так, это у меня, у меня план Б. Если мне в IT надоест, я пойду, буду развивать это дальше. Я себе спокойно сейчас часы летаю, потом у меня уже собирается определенное количество часов. Нужно их набрать, да, для будущего? Да. Смогу потом в случае чего следующую лицензию сделать и так дальше. И потом, когда это все уже наберется, тебе не надо будет там 200 тысяч этих, потому что у тебя уже часы налетаны. Я хотел бы, может, пойти в летную акробацию, учиться в этом направлении, то есть и какие-то фигуры пилотажа делать. А ты не знаешь, сколько зарабатывают пилоты, такие как вот визы Ройнаер могут зарабатывать? Зависит от авиакомпании, потому что может быть и 10-15 тысяч злотых, может быть и 50 тысяч, и 100 тысяч злотых. 100 тысяч может нет, но где-то 70-80 капитаны могут зарабатывать. Раз в неделю, раз в две недели приезжаешь полетать. Сколько это удовольствие стоит в час? Сколько ты берешь часов? Зависит, если я куда-то хочу полететь. Я делаю так, что просто в системе онлайн резервирую самолет, если он есть доступный. И нет какого-то ограничения, только по топливу, скажем так. И рассчитываясь потом под конец месяца твои полеты и оплачиваешь это все. Я как член этого аэроклуба тоже плачу какую-то складку месячную, что мне оно дешевле выходит. И чем дольше я буду членом моего аэроклуба, тем дешевле оно будет со временем в самолет. Сейчас, в конкретно этот момент времени, арендовая самолет полностью с топливом и так дальше, в час стоит 480 злотых. Чтобы начать учиться, тебе нужно разрешение, как иностранцу. из дне унии европейской, с жендолётництва цивильного. То, что ты можешь обучаться в этой школе. На конкретную школу выдают, допустим, на теоретический, на практический курс. То есть я два разрешения делал. Один на теоретический, второй на практический. Просто нужно копия карты по быту послать. Карта по быту обязательно. Ничего сложного, ты отсылаешь две недели и приходят, высылают разрешение это в школу, тебе копию. Теоретический курс. Есть два вида. Можно в аэроклубе пройти за партой, а можно онлайн. Я проходил онлайн, так как это всё коронавирус был и так дальше всё это закрыто было. Это 100 часов лекций с 9 предметов. После каждого предмета экзамен. Плюс онлайн на камере разговариваешь с преподавателем. Потом ещё такой один большой экзамен конечный. В теоретической школе только. Это не касается там уже предметы, если кому интересно. Право от лётничья. Биология. Твоя человека, возможности и ограничения. Метеорология. Коммуникация. Коммуникация на радио имеется в виду. То есть эти все. Алфавит, НАТО и так дальше. Принцип полёта вообще. Как самолёт летает. Операционные процедуры. То есть техосмотры и так дальше. Как подготавливаться перед полётом. Базовые знания о самолёте. И навигация. Рисуешь по карте. Как рассчитать угол сношения ветра. Магнитные какие-то отклонения и так дальше. Чтобы можно было без навигации, без телефона. Просто на карте рассчитать. И расписать себе курсы. Я выбрал аэроклуб Альбронский. Если кому-то будет интересно. Мне здесь больше понравилось. Но это мое чисто субъективное мнение. В самом Гданске были? В самом есть в Пруще-Гданском. Но есть проблема в том, что это как бы военный аэродром тоже. И на смену с аэроклубом там. Скажем так, летают. И из-за того, что я иностранец. Были некоторые сложности. Так что мне посоветовали. Неофициально, скажем так. Посоветовали, что лучше. Я начал искать. Рассматривал Лище Конте и Альблонг. Мне понравилось в Альблонге. Созвонился. Договорился. Приняли с открытыми руками. Здесь я смотрю со всеми за руку. Все как друзья. Как родные. Как домашняя аэродром. Сколько у вас тут человек в клубе? В клубе около сотни. Ого. Сдаешь потом экзамен практический. С экзаменатором летишь. У меня была трасса через Гданьск-Крамбехово. В аэропорт Гданьск у меня Леха Валенца. Я на лоу-паз заходил с инструктором, с экзаменатором. Так как я не являюсь резидентом унии. Мне нужно было сдавать языковой тест. С языкового теста освобождены граждане Польши, которые сдали матуры. С польского языка. Матура это ЗНО. Согласно этого закона они сразу вписывают этот язык в лицензию. У меня хотя есть сертификат государственный Б1, но мне нужно было сдавать отдельный экзамен. Тут я сделал маленькую ошибку. Может не маленькую, но все равно. Я вообще не готовился к экзамену. Я так знал, я коммуницировался. Я приехал, то есть там он из двух частей состоит с экзаменатором разговариваешь, а потом на компьютере. Ну и экзаменатором поразговаривал, все хорошо, наценил на 5. Компьютер, как известно, вопросы запутаны и непонятно вообще иногда про что идет речь. Такие с подвохом вопросы. И компьютер меня оценил на 4. И они обязаны дать низшую оценку 4. То есть 4 это значит, что мне через 4 года нужно будет пересдавать языковой экзамен. Но я поеду, пересдам, уже подготовлюсь. Вот этот экзамен именно с терминологией, специальной такой? Да, терминология летничая. То есть описываешь там какие-то ситуации, симулируешь разговоры по радио и так дальше. И плюс я хочу еще открыть английский язык, чтобы мне в лицензию вписали. Потому что без английского языка, может я это конечно сделаю раньше, без английского языка ты за границу особо не вылетишь. Потому что ты можешь разговаривать по радио по-польски. А кто будет тебе за границей по-польски отвечать? Это экзаменатор тебя снимает? Да. Я себе захожу на посадку. Это в Гданьском аэропорту. То есть так он выглядит с перспективы пилота. И мы так заходили по процедурам на посадку. Это если кто узнает. Это Гданьск имени Лаха Валенси. Аэропорт. Так он выглядит во время экзамена. Ну я там был еще не раз после этого. Все белые. Да. Круто. Такие беды открываются. Это тоже посадка. Тоже посадка это здесь в Альбрунге. Чуть перемотать. На засниженной полосе садишься. Их очищают. Над пляжем летел там в сторону Сапота. И обратно в Альбрунг. И вот так оно выглядит. Классно. Слушай, ну если кто-то из моих зрителей захочет тоже. Что нужно делать? Кому обращаться? Не знаю. Может какие-то ссылочки оставишь? Конечно. Можем оставить ссылку на Аэроклуб. Можно тоже мой какой-то контакт оставить в случае чего. Ты можешь, получается, взять самолет и лететь по всей Польше. По родствам. Да. А как ты знаешь, где тебе приземлиться? Ты должен заранее это как-то все планировать? Да. Нужно заранее планировать куда ты летишь. Погоду. Заранее посмотреть. Нарисовать себе карту. На бумажной рассчитай все курсы и так дальше. Можно конечно и пойти в ногу со временем. И уживать специальных программ навигационных. Не таких как Google карты, а только специальные для полетов. Например, Skydemon называется. Где ты можешь рассчитывать всю эту трассу. И оно все углы сношения от ветра рассчитывает само. Использовать GPS и так дальше. Можно по Польше летать спокойно. Так как у меня язык польский есть в лицензии. Если чтобы лететь за границу нужно еще язык английский. или если вы летите с кем-то в группе самолетом. Вы сглашаете ваши леты как лет с группой. И один самолет, который главный будет, который ведущий, должен иметь английский. И в таком случае можно полететь уже без вписанного в лицензию английского языка за границу. А если ты полетишь таким самолетом, например, во Вроцлав, ты будешь садиться на большом аэропорту или где-то в таких же аэроклубах где-то? Можно и в большом. То есть смотря когда договоришься. Потому что в больших аэропортах, ну вообще в каждом аэропорту и аэродроме есть свои какие-то оплаты за операции. То есть за приземление, за то, что они тебя выпустили. В больших аэропортах во Вроцлаве, во-первых, это контролируемое пространство. Там нужно разрешение брать. Но это не особо сложно. Ты должен план лета сделать. Сказать откуда ты летишь, чтобы они просто знали. И они тебя уже впускают, если все нормально. И плюс трафик может быть. Потому что самолеты другие. Ты за самолетом, за Боингом не полетишь, потому что тебя снесет. И так же самое они за тобой не полетят, потому что ты слишком медленный. Так что лучше в аэроклубы и в таких больших аэропортах просто дорого. Дорого. В Гданске, например, процедура посадки стоит 70 злотых. Ну недорого, наверное, на 70 злотых, чтобы сесть. Да. В Варшаве тысяч. Около того я не помню. Ну и потом, если ты, допустим, остаешься, ночуешь, то там тоже платишь аренду какую-то. Ну да, если договариваешься с аэроклубом, просто сколько они берут. Потому что между аэроклубами в основном есть договоренность, что они и сюда прилетают, мы к вам прилетаем. Недавно видим в новостях вот такой самолет наподобие, сел где-то на автостраде, кажется. Да. Это не отсюда, ребята? Ну вы знаете эту историю, да? Да, я слышал, читал эту историю, но это не отсюда. Что-то случилось с двигателем и он принял правильное решение, что посадить, если он дальше лететь не может на автостраде. Что-то исследование было, типа должен ли он был съесть или нет, типа? Должен был быть. Если у него были даже какие-то проблемы с двигателем, даже если не было, допустим, но если забыл там переключатель топлива открыть. И так случилось, что как раз это топливо, которое было еще в трубках, закончилось, и пилот мог подумать, что что-то не так с двигателем. Но все равно он поступил тоже правильно, с другой стороны он мог бы, конечно, посмотреть, проверить это еще раз. Но это опять же такие стрессовые ситуации и каждый человек может себя вести по-разному. Но главное то, что он остался жив и все остались живы. Да, и никто не пострадал. Да, и никто не пострадал. А то, что там ведется расследование, не ведется расследование, это пыль в глаза просто опускают, потому что автостраду заблокировали. Кто-то потерял деньги. Или время. Большое тебе спасибо за видео, очень понравилось. Жалко, конечно, что мы не полетали сегодня с тобой, но мы планировали реально. Он меня позвал, пригласил. Мы собирались летать, но погода, конечно, нам не позволила. Спасибо всем большое за просмотр, до новых встреч, пока.